Я не могу пройти мимо этого. Ну, это же вообще. Какая красота. Какое огромное количество дуванчиков. Прям целая плантация. А вообще, я до самого отпуска вообще не планировала ничего снимать. Но мне кажется, у меня терпения не хватит. Знаете, что я поняла? Я поняла, что на данном жизненном этапе я совершенно не могу находиться одна. У меня сразу начинается какое-то депрессивное состояние. Я в шоке. Просто мы сейчас с Альбертом сходили в магазин, купили ему кроссовки, и он пошел к бабушке. Я осталась одна, и мне стало тяжело. Я не знаю, почему это так. Я не знаю. Вы просто не представляете себе, какая шикарная погода на улице. Несмотря на то, что тут плюс два, наверное, над ним будет плюс двадцать. И это уже сейчас чувствуется классно. Как же я обожаю дванчики. Это мой любимый цветок. Как бы это странно ни звучало. Это же прелесть просто. Это же просто прелесть. Желтенькие цыплятки на травке. Наивная Настя. Летит опять самолет. Я мысленна в этом самолете. Я мысленна в каждом самолете, который прилетает над нашей головой, над нашим городом, над моей головой. Дома никого нет. Но меня встречают. Ой, сквозняк. Погода портится. Но меня встречают. Привет, девчонки. Привет. Привет. Это что тут за куча мала? Артем, что ли, порядок наводил? Все, на коробку мусора у насобирал. Или Альберт, не знаю. Усталость накатила с какой-то новой силой. Прямо новой волной. Реально уже понимаешь, что все. Все, это уже предел. Но это еще не все. Чуть-чуть. Вот честно, я сама себя уговариваю, что осталось чуть-чуть. Настя, ну вот еще. Здесь пару дней. Не пару. Здесь три дня. Среда, четверг, пятница. И на следующей неделе. Все, группу в порядок приведу. И все окей. Можно ехать, отдыхать. Отключиться от этого всего. От этой многозадачности. Ну, вчера уже поймала себя на том, что я сама себе задаю вопрос. Ну, почему эта неделя, не последняя? Короче говоря, то, что я начинаю ныть за две недели до отпуска, это уже нормально. Ой, потолок. Мое нытье за две недели до отпуска надоедает мне самой. Как есть, так есть. Говорю правду. Нытик я еще тот. А вообще, удел каждой сильной женщины, даже не удел, а... Да, я считаю себя же сильной женщиной. Это как бы комплимент самой себе. А вообще, каждая сильная женщина на людях вот такая сильная, а домой приходит, и все равно хочется поныть, кому-то пожаловаться, с кем-то поговорить, поплакаться. Это тоже норма? Короче, поговорила опять сама с собой. Ладно. Снеша на меня смотрит, сидит. Как ученица. Сейчас у меня будет Машенька. Потом девочки. Занимаемся. И завтра в новый день. Да, Котик. Я когда Сеша уделяю много внимания, мне дети говорят, что Рысюша ревнует. Хотя Рысюша, мне кажется, абсолютно все равно. Да? Да? Скажи, мне абсолютно все равно. Я же, скажи, кошка. Как вы думаете, кошки имеют свои чувства? О чем-то они думают? О чем-то ты думаешь, Рысь? Рысь. Ты о чем-то думаешь? Да. Да. Ладно, все. Поехали дальше работать. Пять. Часло пять состоит из чисел. Так, четыре надо это длинуть. Они один на четыре. Молодец. Четыре из чисел состоит. Четыре? Ой, пять состоит. Число пять состоит из чисел. Число пять состоит из чисел. Три и два. Молодец. Число пять состоит из чисел. Четыре и один. Назови мне соседи числа четыре. Три и пять. Хорошо. Назови мне соседи числа восемь. Семь и девять. Хорошо. Назови мне одного соседа числа десять. Девять. Хорошо. Кильки мои. Мои кильки. Пять лет с ними. От рассвета до заката практически. Как родные уже. Мясо. Мне нравится. Какие дьяволи. Вот еще один день подошел к концу. А еще дома воды горячей нету. И у меня стоит мой фирменный водонагреватель. Эмалированное ведро с клубничкой. Вечер такой теплый-теплый. Но синоптики говорят о том, что завтра будет на девять градусов холоднее. Опять. Вот погода, она просто, я не знаю, это какие-то просто скачки у нас в этом году. Из жары в холод, из жары в холод. Каждый божий день. День двадцатка стоит. Вот сегодня было двадцать четыре. Завтра, считай, уже тринадцать. Даже не на девять градусов, даже на одиннадцать меньше. Хотя написано у меня в гесметил, что на девять градусов. Ну ладно. Радует то, что нет снега. Как я ожидала, когда закончится эта зима. Радует то, что вокруг тротуары. Зелень. Ну и какое-никакое... Нет, Лена... Лена... Лето еще рано, я говорю. Весна. Заканчивается весна. Хорошая весна. Сегодня день был какой-то по-особенному длинный. То ли из-за того, что я ныла и стунала, что мне хочется уже быстрее подогнать время к моему отпуску. То ли сам по себе такой день был длинный. Но хороший. Хороший, теплый, комфортный. Знаете, чего я хочу? Я хочу сухари с сырным соусом. Меня разнесет от этого сырного соуса скоро. В дверь я входить не буду. Да не, не разнесет. Такая нагрузка, которая... Которая у меня... Она сжигает текурии. Это я каждый раз тебя так уговариваю. Вот такое доброе утро. Все затянуто тучами. Черным-черном. Да. Погодка. Все. Лето закончилось. Поварен варит пельмени. День закончился. Замечательно. Вообще. Нет, еще не закончилось. Еще две тренировки впереди. Я тоже. На работе выяснила отношения. И дала понять, что я себя в обиду не дам. Так что... Работать дальше. Мне даже сегодня легче реальнее стало. Я сегодня... Не то, чтобы поругалась. Я дала понять, что... Идите лесом. Все. Я себя в обиду не дам. Это раз. Первое место с коллегами заняла. В конкурсе. Это два. Ребенка перевели в девятый класс. Это три. Рысюша, бабулька. Это четыре. Еще две тренировки. И вообще супер будет. И день вообще... Закончится. Классно. Что, лезет? Подстригать кошек или нет? Да. Подстригать? Да. Может, просто вычислить? Каждый день вычислить. Любишься. Ладно. Сейчас пойду на тренировочки. Еще там пару утащим. Вот время девять вечера. Десятый час. Смотрите, какое небо. Оно всеми цветами вообще горит. И розовое, и сериалетовое, и голубое. Надо же... Что-то удивительное в природе происходит. Ой. Вот идем с ним сейчас, разговариваем. И он радуется, что у него последние... Последние рабочие дни. Какое небо, а! Какое небо! Смотрите. Все красно-розовое. Последние учебные дни у него завтра-последовавтра. А сегодня всего лишь двадцать... Какое число? Двадцать... Двадцать... Второе или... Двадцать второе. Сегодня двадцать второе число. Он получается двадцать третье, двадцать четвертое. И все. Мы, говорю, учились раньше до тридцать первого включительно. Тридцать первого у нас еще были уроки. Нас еще могли спросить, поставить оценку тридцать первого числа. А у них тут двадцать третий. И все. Последний день. Нет. Нет. Учет там. Это какая-то прям несправедливость. Че ты? Учебники получил на девятый класс? Ребенок у меня в девятый класс. Чуть спину не сломал, только нес. Чуть спину не сломал. Много? Весел туда. Предметы есть какие-то, которых не было? Нет. Нету? Все повторки? К сожалению, да. Ну, в общем, все хорошо. Ребенок перешел в девятый класс. Ура!